всем привет по чуть-чуть подключаетесь сегодня хотел с вами немного поговорить на тему которую начал stories по поводу опустившихся рук когда они получаются похудеть и вы сдаетесь не знаю что делать из-за чего это происходит и уже как будто бы смирились с тем что все все не судьба буду я толстым у многих такое на самом деле бывает и в личку немногие писались за подобные вопросы что блин я пробовал уже столько столько всего перепробовал и эту диету пробовал пробовал и безуглеводную пробовал и бегать по утрам и ничего не получается уже все я сдаюсь я буду вот так же продолжать есть сколько хочу что-то сигнал подводит немного а в общем интернет немного подвисает ребят напишите как меня слышно видно нормально все сейчас в общем тема эфира такая на злободневная скажем так что делать когда все похудеть не получается как не опускать руки на что стоит обратить внимание в первую очередь и как все-таки дойти до результата как начать все-таки худеть можно ли худеть если принимаешь гормоны можно но безумно сложно потому что во время приемов гормонов самый самый такой важный факт фактор из-за чего ты набираешь вес это то что у тебя лютый аппетит просыпается лютый просто вот по себе знаю что я просто не мог остановиться я ел и ел я только поем и по ощущениям голод вообще даже на секундочку не уменьшался и просто есть еще и еще ладно давайте мы будем отходить сначала поговорим об основной теме это что делать если же не получается никак похудеть если вот пробовали все варианты в первую очередь нужно задать вопрос проанализировать все что вы делали если вы работали самостоятельно да тут без специалистов то вопросы нужно задать первую очередь по какой методике вы работали возможно стоит обратиться к специалисту который укажет как раз на ошибки правильно ли вы считали в основном даже когда человек считает калорий люди которые пишут я пробовал я стал калорий у меня не получается я не похудел все равно как правило эти люди допускали ошибкой они просто либо не все записывали не все фиксировали съеденное либо же они записывали но делали это неправильно и допускали небольшую погрешность и одна небольшая с другой небольшой погрешности получался большой такой минус получилась большая ошибка в конечном итоге люди отчаиваются пишут болен вот у меня я считал калорий у меня ничего не получалось это вот как раз таки первая причина далее если здравствуйте здравствуйте всем привет далее если вы работали со специалистом у вас все равно не получается результата дни было длительное время да то есть мы не говорим о том что вот я поработал неделю с тренером и вот нет результаты нет мы говорим о том что вы долго пытались прийти к какому-то успешному заключению до вы работали с тренером или с интузиологом но в итоге результата не добились кто вопрос конечно должен быть в первую очередь специалисту вам опять же не нужно отчаяниться вы должны запомнить навсегда не человека который не может физиологически похудеть да нет такого что вот невозможно ты можешь а для тебя под запретом ты никогда не сможешь у всех одинаково организм устроен плюс-минус есть какие-то небольшие разницы но в целом мы все одинаковы и нету реально не существует человека который бы просто тебе не судьба похудеть поэтому если у вас не получается даже при работе специалистом то меняется специалистов скорее всего это либо специалист который намерен намеренно делать так чтобы вы дольше с ним задержались чтобы больше денег на вас забрать но либо просто это неграмотный специалист который вместо полезных каких-то действий дает вам не рабочий совет и тут все логично все равно всегда все упирается и упиралась и будет упираться в колораж худеем и набираем только при одном условии когда мы тратим энергии больше чем получаем или получаем меньше чем тратим в общем разница должна быть вот у этих двух показателей если ее нет то неважно что вы едите белки и углеводы жиры от чего-то отказывайтесь если вы потребляете столько же сколько и тратите либо даже больше потребляете то вы ни в коем случае не будете не сможете похудеть то есть все упирается в это уже качество тела и качество вашего здоровья состояние точнее вашего здоровья качество кожи и самочувствие это все уже зависит от бжу от того из чего вы набираете этот рацион который в конечном итоге складывается к дефициту калорий да то есть от бжу уже зависит больше качество тела внешнего вида состояния внутреннего самочувствия и так далее давайте теперь могу отвечать на некоторые вопросы тут кто-то писал что очень сильно похудел я пропустил этот момент немножко а вот елена написала мне 53 года весила 150 сейчас похудела до 95 килограмм просто бомба вот это очередной пример кстати того что не стоит отчаиваться какой бы ситуации вы не были как вот пожалуйста пример женщины которая при большом реально огромном весе 150 килограмм да в возрасте 53 года на момент похудела уже до 95 я думаю я не останусь елена если вы все с нами это круто расскажите как вы это сделали как я себя чувствую да в порядке вот сегодня подал документы на визу через венгрию а вчера вчера венгерское консульство подал документы 8 числа я должен уже улететь всем привет ребят у кого есть вопросы мне бы хотелось конечно пообсуждать больше на тему конечно питание и похудение если у вас тем более сейчас есть вопросы это отличная возможность их задать мне что-то сразу же здесь ответить привет привет скорейшего выздоровления спасибо спасибо так никому никто либо я так и так все понятно рассказал сегодняшнюю тему про похудение либо не для всех это актуально видимо найдя дома найдя себя дома я в казани найдя в москве вчера ездила на премию получила награду платье была красивая это я думаю она сама с радостью расскажет подробнее привет всем привет перенес эфир немножко на полчаса на самом деле потому что очень много снега на улице выпало я ходил убирал снег и вообще забыл за временем следить и увидел резко что уже 15 минут 6 а я обещал эфир 5 5 часов поэтому пришлось чуть-чуть убрать привести 80 килограмм рост 154 сколько нужно кушать в день вот смотрите здесь на самом деле я очень часто объясняю что не существует форму да вот как в интернете давать форму где учитывать рост веса возраст какой-то и выдает формула как результат калораж которому нужно придерживаться здесь зависит от роста веса от роста веса как раз ничего не зависит здесь зависит от уровня вашей активности и от базового обмена веществ от того сколько вы тратите калорий в принципе просто на поддержание жизнедеятельности грубо говоря вот от этого отталкиваясь уже нужно высчитывать сколько вам нужно есть может проб методом проб и ошибок конечно подбираю калораж но это не очень эффективно будет то есть не бывает такого что кому-то может сказать вот тебе есть полторы тысячи калорий и всем остальным тоже есть полторы тысячи калорий так нельзя потому что все абсолютно все люди разные и у каждого будут свои требования ну пополнить можно но опять же тут уже вопрос сколько вы хотите точнее чего вы хотите набрать вряд ли у вас цель просто стать больше да там за счет жира грубо говоря да скорее всего вы хотите нарастить мышц чтобы выглядеть более эффектно для этого нужны тренировки вот конечно можно в любом случае упирается в калораж в бжу и для для качественного набора вес нужны именно грамотные тренировки и регулярные что немаловажно ваше отношение к методу тарелки но это очень не точная тоже такая штука метод тарелки он рассчитан на то чтобы упростить момент с калориями то есть опять же как я говорил все упирается в калории да только от них мы набираем же или же сбрасываем вес вот но какая-то ошибка вылезла вот только от калорий мы набираем и сбрасываем вес и вот этот метод тарелки он нацелен на то чтобы упростить задачу в подсчете калорий до чтобы вы бы горе не высчитывать сколько ты ешь и просто уменьшать свои порции в целом но это очень не точно не точный метод и вы не сможете максимально приближенно контролировать количество съеденного и чисто количество съеденной пищи количество полученных калорий да то есть как метод кулака типа не больше кулака там положи себе гарнира но это тоже и вот из этой же серии с одним сработает с другим не сработает то есть если питание наше отличается с вами чуть чуть больше я ем белка например то для меня метод тарелки не подойдет потому что в таком случае будет показывать мне слишком мало калорий я буду сидать с этим методом еще меньше своего дефицита нормально вот и тут я потеряю огромное количество мышечной массы у меня организм адаптируется перестанет жиры сжигать и все короче будет только на минус поэтому лучше и точнее чем подсчет калорий еще никто ничего не придумал все остальное сводится все равно к дефициту но более упрощенному для тех кому лень или кто не знает как нужно высчитывать свои показатели если нужна помощь наоборот набрать вес я про это уже ответил также без проблем я этим занимаюсь вы можете проконсультироваться написать мне в директор колораж да забыла про это слово вот да колораж индивидуально хочу похудеть на 23 килограмма сейчас вот есть прекрасная возможность как раз 20 числа начинается курсом много тарифов и начинается 3 самого доступного мне кажется варианта поэтому вперед это отличная возможность перенести свои хочу хиев в реально в реальность так сказать всем привет если вопросов не остается наверно буду заканчивать потому что цель эфира все-таки было поговорить не о всяком обо всем а именно о питании о неудачных попытках похудеть если вопросов не будет то будем с вами потихоньку прощаться на сегодня ну ладно ребят всем спасибо кто присутствовал за вопросы которые были тоже всем спасибо если еще какие-то остались на эту тему то вы можете написать мне в директор и я отвечу вам с радостью всем хорошего вечера всем пока